День воскресный, день чудесный, а сегодня у нас с вами будет потрясающая возможность прикоснуться к истории. Ведь сегодня мы с вами посетим еще одну из семи сталинских высоток. Почему еще одну? Напомню, несколько лет назад мы снимали высотку на Котельнической набережной, выпуска которой набрал уже более одного миллиона просмотров. Меня пригласили в гости молодые ребята, которые последние полтора года снимают здесь двухкомнатную квартиру, в гости, к которым мы сегодня и зайдем. Подвернулась дикая удача познакомиться с человеком, квартиру которому здесь дали под долгу службы. А еще обратите внимание на вот этот шпиль со звездой. Как насчет залезть на него и сделать пару живых фотографий. Да-да, залезть на него и сделать пару живых фотографий. Я подготовил для вас интересную сюжетную линию с наблюдениями и фактами, рассказав которую, вы сможете сделать ваши выводы в комментарии. Сегодня действительно будет что интересного рассказать, а местами даже спорного и, если хотите, сильно негативного. Поэтому без промедления мы начинаем прямо сейчас и начнем, пожалуй, с истории строительства. Все, что я вам сегодня буду озвучивать, это информация из открытых источников. Значит, смотрите, первое. Идея строительства в Москве высотных домов зародилась еще в 1935 году. И вот уже 13 января 1947 года Сталин подписал постановление Совета Министров СССР о строительстве в городе Москве многоэтажных зданий. За каждым объектом закреплялась контролирующая организация. И вот ответственность за строительством высотки на площади Восстания, где мы сегодня с вами и находимся, была возложена на Министерство авиационной промышленности и лично министра Михаила Хруничева. Но на заключительном этапе работ объект перешел в ведение глав МОС-3. И по заключительному строительству квартиры начали раздавать кому? Ну, в первую очередь, квартиры доставались руководителям авиационных предприятий, летчикам, испытателям, людям, насколько я знаю, связанным с космосом, безусловно, высшим чинам в виде генералов, конечно же, артистам и поэтам. Полный список можете посмотреть, кому интересно. Но, простыми словами, в дом заселяли элиту, но прозвали его в народе домом авиаторов, потому что большую часть квартир получили первые две категории. А вот теперь давайте зададимся вопросом, как вообще было принято решение, как вообще пришла идея в голову строить такие высотные дома в Москве? Рассказываю, согласно информации. В послевоенные годы люди начали посещать страны Запада. И, возвращаясь оттуда, рассказывали, ого, какие там высотные дома. Да-да, ребята, все приезжали со словами ого, потому что высотка, как бы мы к ней не относились сегодня, она завораживает, она впечатляет. Говорят, Сталин сказал, что такие высотки построим, что это они будут оттуда приезжать к нам и ходить здесь вот с такими глазами, восхищаясь нашими высотками. И построили самый настоящий бизнес-класс советских и, в частности, сталинских времен. Вот вдумайтесь, как строили и что построили для людей, для элиты. В первую очередь, дом идет разной этажности, но доходит он до 33. Говорят, что 31 этаж жилой, 2 этажа технических. Если вы начнете собирать информацию про дом, то увидите, что она везде разнится. Поэтому, когда я буду что-то рассказывать, возможно, я где-то допущу ошибку, так как на каждом ресурсе реально предоставлена своя информация, что он в себе изначально нес. Помимо того, что жилые квартиры 1, 2, 3, 4 комнат, вы получаете на первом цокольном этаже, назовем его так, парковочные места. Далее, также был кинозал, предусмотрен в этом доме, даже два кинозала «Пламя». В доме был открыт на то время самый большой по площади гастроном. Гастроном номер 15, при котором также было кафе. При доме, если не ошибаюсь, еще был и ресторан. Были отдельные помещения, которые для хоз нужд. Например, прачечная. Все это было при доме. Более того, на момент строительства заложили в доме бомбоубежище, которое вмещало в себя абсолютно всех жильцов дома. И в этом бомбоубежище запасов было на примерно 3 месяца проживания. В 2018 году, по ряду причин, бомбоубежище было принято законсервировать. Одна из таких причин, как пишут в интернете, затопление канализации. Ставили насос и пытались откачивать. На сегодняшний день, как я понял, это бомбоубежище не функционирует. При доме также был отдельный блок телефонной связи на 10 тысяч номеров. Прилегающая прогулочная зона, площадь, которую мы сейчас видим, немножко видоизменилась. Но смысл в том, что вы могли выйти из дома и спокойно погулять. Были предусмотрены технические помещения возле лифтов, куда можно было оставить коляску, велосипед. В целом, само наполнение и пространство в доме, оно было сделано на широкую ногу. Мы сегодня с вами зайдем в подъезды, поднимемся на этажи. Я вам покажу то самое пространство, за которое в дальнейшем Сталина журили. Мол, не совсем это правильно. Ведь жилой площади становится меньше, а общего пространства чересчур много. То, во что превратилось все потом, я вам сейчас расскажу. Потому что, ребята, мягко говоря, скатило все это дело. Я вам буду показывать разные настроения. Дальше вас ждет серия хорошенького отборного негатива. Но давайте сперва познакомимся с молодыми ребятами, которые пригласили меня в гости. И благодаря им у нас есть возможность вообще зайти в этот дом и все посмотреть. Послушаем небольшую зарисовочку из их жизненной истории. Родился я в провинциальном городе Глазове. Это Удмуртская республика. Переехал в 2017 году. Правда, это была не Москва, это было еще Подмосковье. Потом наступила пандемия. И после пандемии мы уже решили рвануть в Москву. Жили на юге. Это метро, я даже, честно говоря, уже не помню. В общем, жили около МКАДа. Снимали жилье, если это интересно, за 50 тысяч рублей. Какая вообще основная цель была переезда в Москву? Основная цель была в Москву найти единомышленников. Занимаемся мы бизнесом в Китае. Соответственно, когда ты живешь в маленьком провинциальном городе, тебе просто не хватает общения. Людей с такими же взглядами, да, кто хочет двигаться, работать, зарабатывать. Соответственно, Москва, это, я считаю, центр, куда нужно ехать, кто хочет двигаться. Как по мне, абсолютно здравое решение ехать в город за развитием. Хочу напомнить, все те, кто хотят купить или продать квартиру в Москве или Московской области, вам нужна грамотная помощь специалиста, который на всех этапах будет с вами сопровождать сделку, помогать вам спасти вас от развода, которого бывает огромное количество. В дальнейшем вы увидите сюжет на эту тему. Мы уже готовим топ-10 вот таких стандартных разводов, с которыми в текущих реалиях встречаются. Все это будет, подпишитесь на канал. У меня есть шикарнейший специалист с огромным опытом, который выполнит работу на 5 баллов и по договору. Все абсолютно прозрачно и честно. Если вам нужна помощь агента по недвижимости, риэлтора, брокера, как угодно можете называть, контакт вы видите на экране, обращайтесь ко мне, я вам непосредственно предоставлю специалиста, который вас проконсультирует, после чего заключаем договор и вперед в работу. Москва, Московская область. Покупка, продажа, недвижимость. Влад, вот ты жил далеко от Москвы, потом ты жил возле Москвы, ты жил внутри Москвы, в таких спальных районах, где тишина, спокойствие, люди уезжают на работу утром, возвращаются вечером, и для него максимум какой-то транзитный трафик. Сейчас ты живешь в таком месте, я его даже покажу, да, вот атмосфера, ты выходишь из дома, сквер, куда постоянно приходят туристы, просто люди посидеть в ближайших домах. И вот такая движуха. Мы работаем с микрофонами, но тем не менее, ну гул здесь стоит всегда такой, вот этот белый шум, если его можно назвать. Каково оно? Вот нахрена оно надо? Да за такие деньги вот здесь. Почему? Ну, к счастью, у нас окна выходят на ту сторону, я не знаю, как на этой, но с той стороны вообще ничего не слышно. А вот эта вот движуха, она наоборот заряжает, когда ты выходишь на улицу, тебе хочется жить. Еще какими-то благами центра пользуешься? Благами центра? У нас есть автомобиль, но при переезде в центр мы вообще о нем забыли, потому что около дома два метро, одна это баррикадная и кольцевая линия, это Краснопресненская. Лето мы ездим на самокатах, зимой на метро. Если нужно куда-то в область, соответственно, есть автомобиль. День рождения отмечал в том году, вот через дорогу Магадан. Вот ресторан селфи. У нас в доме есть тоже отличный итальянский ресторан, то есть если нужно вкусно покушать, когда не хочется дома готовить, мы заходим. Нам очень нравится. Короче, по минусам у тебя претензий, в принципе, не пик металов. Вообще практически нет. Все нравится. Вот это, получается, центральные подъезды. Мы живем с той стороны, там четвертый подъезд. С этой стороны здесь 13-й подъезд. То есть, получается, нумерация идет. А всего сколько ты сказал подъездов? Вроде бы 13 или 14. Четвертый подъезд. Подъезд или парадная? Подъезд, наверное. Мне кажется, после Питера я вот недавно приехал, написано, да, подъезд, но попадаем мы в этом подъезде явно в парадную. Слушайте, друзья, вот... Здравствуйте, он со мной. Зацените, какая атмосфера. Просто огромный такой холл. Все сделано историей с глубокой. Здравствуйте. Ну да, историческое видео на память. Вы давно работаете здесь? Вы знаете, жильцы ругают. Когда приходят, и по стороне людей снимают. Вот, казалось бы, такая мелочная фраза от консьержа. Жильцы не любят, жильцы жалуются, когда приходят. Но вот мелочи решают все. Вот смотрите. Дом имеет архитектурное значение для всей страны. Люди со всего мира приезжают в Москву, как туристы. И одна из экскурсий, это архитектура, их приводит к этим сталинским высоткам. Жильцы, которым первым вручали ключи, их, я не знаю, ну, дай бог, в этом доме там единицы остались жить. Потому что 54-й год. Как минимум, ты в 20 лет там получаешь жилье. Ну, посчитайте сами. А сегодня реалии следующие. Покупают квартиры, и консьержи запрещают людям приобщаться к культуре, зайти, просто посмотреть. Обратите внимание, я снимаю, на кадры не попадает ни один человек. Никому я камеру в лицо не тыкаю. На кадрах вы видите два подсъема. Заходя в другой подъезд, консьержка без лишних слов начала меня там чуть ли не палкой выгонять, просто ханским образом. Пока я ей не сказал, что я купил здесь квартиру за 95 миллионов, являясь собственником жилья, она только после этого немножко успокоилась, и я ее опередил, так сказать, обыграл, сказав ей, что я сейчас сам полицию вызову, что вы себе позволяете. Вот только в таком ключе, да общаясь с ней на ее языке, она куда-то ушла, и я смог спокойно доснять. После чего я ушел, она демонстративно закрыла дверь в подъезд и включила дымофон. Как вам? Вот, центр Москвы, история, человек зашел просто посмотреть, поснимать, ну вот вам в том числе показать. Более того, у нас будет потрясающая возможность пообщаться с человеком, кому в этом доме ключи дали, он не покупал квартиру. Я ему задам этот вопрос, нравится вам, что люди приходят сюда или нет? Мы попадаем к тебе на этаж, ну смотри, после того, как ты жил в предыдущих домах, как тебе? Ты когда заходишь, это же вообще совсем другой уровень, это элита, это бизнес-класс советского времени. Это хороший антураж. Итак, друзья, мы с вами заходим в двухкомнатную квартиру. Значит, все, что вы сейчас увидите, здесь есть некоторые элементы, которые сохранены со времен постройки и есть, конечно же, уже современный дизайн. Ну вот, посмотрите, как раньше выглядела двушка. Современный шкаф, высоченные потолки, 3,8, примерно. Слушай, рассказывай, вы приходите сюда, вас встречают хозяева квартиры, что говорят? Вот, ребятки, вам квартира. Мебель здесь все новая, то есть из вашего здесь вообще что? Лежанка для собаки. И все. Ну и вот весы, напомню. И вещи, которые носить. Слушай, презентуй первую комнату, это получается зал-гостина, да? Зал-гостина, да, мое рабочее место. Вообще спальня, да. Кислорода в таких квартирах раньше хватало ну с головой. То есть строили, что называется, для людей. Вот ты отмечаешь еще так, что проживая здесь вы в принципе никого не слышите, шумоизоляция хорошая. Так ли это? Конечно, да. Ну вот открывая окно, сразу музыку слышно. Но опять же, смотрите какой вид. То есть получается мы выходим и можем смотреть в окно на панораму города, зоопарк. Вот спереди метро Краснопресненская. Ну вот напротив нас строится еще какой-нибудь новострой, наверняка обозначат его как бизнес-класс в силу того, что находится и в центре и так далее. Ну а под нами вот смотрите, просто интересный момент. То есть у соседей снизу вот такой балкон, он же терраса. Про них я вам еще расскажу и покажу, потому что здесь из окон в принципе видно, их не так много. То есть не у каждого они есть, но вот такая площадь для балкона, друзья, ну согласитесь, это просто шикарно. На ней, что называется, можно развернуться. Одно только скажи, что будет, если ты вышел, начал здесь вечером сидеть, а тут вылазю я и говорю тебе, а можно, пожалуйста, потише? Таким образом, первая комната, где, собственно, вы с супругой отдыхаете, дальше мы попадаем в следующий коридор такой, который нас соединяет с кухней и спальней. Ну и также здесь есть две комнаты дополнительные. Знакомьтесь, это Катя с ней, мы сейчас пообщаемся внимательней. Вот этот мальчишка Барс, это, собственно, под него была аренована эта квартира, так что главный герой выпуска, по сути, получается он. Обо всем по порядку мы расскажем. Далее, это Котя. Кухня, включай свет. Кухня, друзья, небольшая, но тем не менее, что называется, она больше, чем в тех самых хрущевках и последующем. Конечно же, дальше уже комнаты, кухни делали и побольше, но тем не менее так. А вот здесь еще есть интересный особенный, что вот тут должен быть мусоропровод, и он в этом доме есть, и он, более того, действующий. То есть, например, соседи, ребятам говорят, зачем вы мусор выносите на улицу, ведь можно выкинуть в доме. Ну вот, собственники, когда делали ремонт квартиры, убрали его, кто-то скажет, это правильно, ведь антисанитария, тараканы и так далее. Вот ты мне скажи, за полтора года сколько у вас здесь тараканов встречалось? Ни одного. То есть, прям ни разу вы не видели? Вообще ни разу. Клопы кусали тебя? Ни разу. Мышей видел? Нет, вообще ни разу. То есть, прям тишина, чистота, спокойствие. Ребят, зацените атмосферку общую. То есть, квартира такая уже с более современным дизайном, в темных тонах сделана, соответственно, это вот все дело на любителях. Но из окна у нас тоже открывается такая интересная картинка. Сейчас я вам покажу. Вот, например, соседний, назовем его, корпус, и там те самые балкончики. Ребята отмечают, что в том году активно за ними ухаживали, все прям красиво было. Сейчас особо никого на этих балконах нет. Но вид, я вам так скажу, не окно в окно, да, вот мы просмотрим, ну, красиво, согласитесь, как вам картинка? Прям действительно то, зачем гонятся люди, переезжая в центральную часть города. Сидишь, ужинаешь или завтракаешь с видом на дом правительства Российской Федерации, смотришь, как ребята играют в футбол. В общем, здесь уже моделируйте сами. А правильно я понимаю, что про вот эти двери как раз и сказали, что они остались со времен постройки дома? Хозяева данной квартиры сказали, что да. Друзья, вот не знаю, правда это или нет, потому что дверь выглядит такая, более современная, но если это правда, вы посмотрите просто толщина двери какая. Какие сейчас делают. А еще интересная тоже особенность, что в квартире у ребят две стремянки для того, чтобы некоторыми вещами пользоваться. Например, там антресоль находится, и эта антресоль идет на протяжении всего, всей прихожей. Я спрашиваю, ну и как, например, если у тебя вещь будет лежать в самом конце? Ну, судя по всему, должна быть какая-то палка телескопическая специальная, чтобы залазить и оттуда что-либо брать. Ну, люстры, как в концертном зале, телевизор вообще где-то там на потолке практически висит. Ни разу не включали. Камера ваша? Наша. Поставили зачем? За кем смотрите? За псом что ли? Честно говоря, она сейчас даже не включена и не работает. Было желание поставить в каждую комнату, но после первой камеры желание это пропало. Не жили вообще в таких квартирах. У нас сюда была вот квартира на юге, которую мы арендовали. Понятное дело, когда мы сюда пришли и зашли, мы такие просто ахнули. То есть мы неизбалованные люди и нам все очень нравится и из-за этого мы продолжаем тут дальше арендовать. Санузел раздельный, унитаз с небольшой раковиной. Далее идет у нас ванна в силу того, что она переделана. Вот Влад отмечает, что иногда хотелось бы поваляться. в ванне, но ее нет. Здесь идет исключительно душевая кабина. Но везде вот этот антураж, я говорю, это просто нужно заходить и смотреть. Многим это, наверное, уже и не нравится, но мне почему-то вот такие вот эффекты, элементы старины, вот как строили раньше. Вот это вот действительно бизнес-класс в силу того, что когда ты ходишь по самому дому, подъезду, рядом с ним, слушаешь его историю, вот это интересно. говорить про инфраструктуру нет абсолютно никакого смысла, потому что рядом с домом есть все. Единственное, чего вам может не хватать, это бескрайние луга, глухие леса, реки. Вот за этим вы будете уезжать за город. Все остальное, начиная от школ, детских садов и прочее, 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 в обилии. Сколько же это стоит? Ну, в начале ролика я отметил, что ребята эту квартиру снимают последние полтора года. Цена аренды в месяц за вот такую двушку, куда они занесли только свои вещи, а все остальное есть, 150 тысяч рублей плюс счетчики. Если быть копейка в копейку, 155 тысяч рублей в месяц будь добр отдать раз. Что делать, если вдруг вы захотели купить квартирку в подобном доме? Пожалуйста, открываем доску объявлений и вот здесь мы с вами увидим следующие цифры. Квартира самая убитая в этом доме, ну, одна из самых убитых начинается с отметки в 39 миллионов рублей за 50 квадратных метров. И что здорово, благодаря доскам объявлений мы можем посмотреть детали, в каком состоянии квартира была изначально, когда ее только построили. Мы заходим на этаж к людям, видим возле квартиры вот такие зоны ожидания, возле лифта, заходим в первую комнату. Обратите внимание на секции радиатора, зная, как топят в Москве, это можно здесь просто-напросто задохнуться. Вот, собственно, кухня. Когда изначально сдавали дом, одно из фишек дома было в том, что сдавали вместе с мебелью частичной, например, готовые были кухни, что-то заезжай, пользуйся. Шкафы, говорят, ставили, но те же самые люстры, которые вы можете видеть, это понятное дело, все было предоставлено застройщикам. Вот такая кухонка. Тот самый мусоропровод. Как вам антураж? На что жаловались? В силу того, что в доме 456 квартир абсолютно все планировки разные. Конечно, есть и типовые, там, например, двушка, похожая, похожая, похожая. Но есть, например, и квартиры, это я вам покажу, где комнаты проходные. Это они любят. Заходя в квартиру, вы будете иметь возможность попасть в соседнюю комнату, лишь пройдя через нее. Цены здесь есть абсолютно разные. Например, трехкомнатная квартира 90 квадратов 90 миллионов рублей, трешка 93 квадрата 61 миллион рублей, ну и так далее. В общем, ничего дешевого из серии за 10, 12, 15 миллионов нету. Ну и само собой, разумеется, я думаю, этого объяснять не нужно. Уходим в подъезд. Та же самая история, как везде курение запрещено, но посмотрите, здесь как такового капитального ремонта с момента постройки, как говорят, так и не было. Соответственно, все то, что мы видим, это сохранилось в так называемом оригинале. Всего этажей в доме 31 в главном здании и по бокам что-то там по 20, 20 или 24, что ли. Ну вот, кто-то себе уже сделал турничок. Велосипеды здесь прям смотрите, какие интересные. Кататься люди любят и выносят их в подъезд. Что тут у нас? Что за интересное? Кстати, дверь открыта сейчас. Ага. Ну вот. Понимаете, загадка, а что же дальше? 19 этаж и он полностью перекрыт. Ну, можно предположить только лишь одно, что кто-то выкупил весь этаж и сделал там коммерческое помещение. То есть, вряд ли это жилая квартира, хотя может быть и так, либо может быть отгородились специально от части жильцов, но думайте, кто знает правильный ответ, пишите в комментариях. А еще, в силу того, что дом знаковый, находится в центральной части города и в доме есть квартиры, которые сегодня активно сдают и посуточно, соответственно, дом приковывает взгляды туристов, да и всех тех, кто заехал в Москву на один-два дня по делишкам. На основании этого появляется что? Мошенничество. Появляются объявления в доме, мол, можно снять квартиру посуточно, вы звоните и происходит следующее. Никто не отвечает. Трубки не берут? Да, трубки не берут. А что? Ну, знаешь, это больше похоже на какой-то развод, когда там, скиньте предоплату, пять тысяч, сейчас мы приедем. По перепискам типа даже не общаются? Ну, вот как-то так, да. Либо все занят. А на оцеан заходишь или на авито, эти самые номера, все свободно. Короче, наверное, на туристов рассчитано. что как бы в центральной части города, что как бы в центральной части города, как мне откроешь, все историческое, все красиво. Это может быть не только в этом доме, а во всех других. Схема обмана проста, с вами общаются на доске объявлений в мессенджере, предлагают вам внести денежку, забронировать жилье, а потом вас встретят. Встретят потом вас. Понимаете? Или не понимаете? А еще все те, кто подписан на телеграм-канал, куда я вас без конца призываю подписаться, знают, что я съездил в Санкт-Петербург, посмотрел, наснимал огромное количество материала именно на телефон и на грядущей неделе планирую смонтировать полноценный выпуск, не такой длинный, может быть минут на 20 с наблюдениями, и залить его в первую очередь в телегу. Если там понравится, в дальнейшем, возможно, выложу его и на YouTube. Поэтому, ребята, обязательно подписывайтесь на телегу, я стараюсь сейчас ее развивать, добавлять туда больше наблюдений, подборки с машинами, когда вылетает что-то выгодное, действительно востребованная тема, ну и все, что связано с жизнью. Стараюсь делать интересно, поэтому подпишитесь прямо сейчас. Активная ссылка в первом закрепленном комментарии. Клик-клик, подписан. Нажимаете убрать звук, чтобы вас не тревожить уведомлениями, хотя я стараюсь не спамить. И, собственно, в свободное время можете почитать, посмотреть, что я там понаснимал, понанаблюдал. А отписаться вы всегда успеете. Знакомьтесь, супруга Влада, Катя. Катя, ну расскажи, в первую очередь, про любовь вот к этому мальчику. Как так получилось, что ты приняла решение и просила Влада забрать его из приюта и на основании того, что далеко не каждый арендодатель захочет сдавать свою квартиру, но вы нашли шикарную квартиру и вас сюда еще пустили с таким большим мальчиком. Я очень люблю собак. У меня с детства была мечта, что у меня обязательно будет большая собака. Именно большая. И когда мы приехали в область, жить в Московской области, взять возможности собаку не было, поэтому я решила ездить в приют, чтобы хоть как-то удовлетворить свою потребность в общении с ними. Там встретила его. Все. Это была любовь не с первого взгляда, но со второго, с третьего точно. И появилась цель, мечта забрать его. И когда я поняла, что мы уже готовы, готовы морально, готовы материально, мы стали искать квартиру. Соответственно, после того уже, как переехали из области на юг Москвы, пожили на юге, поняла, что все, надо. И у Влада был запрос, что мы переезжаем ближе к центру, а у меня был запрос, что мы переезжаем туда с собакой. Я смотрела объявление на Циане, перебрала просто кучу вариантов. И везде либо без животных, либо только с кошками, либо только с маленькими собаками. Даже в квартирах, где ремонт объективно убитый, стоят вот эти диваны, кресла 70-х годов. Нет, с собаками нельзя. Хотя я была готова писать договор, что в случае, если собака что-то там портит, мы размещаем полную стоимость. И когда уже стали опускаться руки, что, наверное, не получится, какая-то запредельная мечта, просто собрала себя в кучу, подумала, нет, пообещала собаке, пообещала себе, села и ищешь дальше. И буквально в этот же вечер, как бы это ни звучало, в этот же вечер я открываю Циан, и фото подъезда. Классно. Квартира стоила чуть дороже, чем мы рассчитывали. Но Владу говорю, давай хотя бы съездим, просто посмотрим. Пишу риэлтору. У нас собака, большая, лабрадор, метис лабрадора. Сейчас уточню у хозяина. Потом пишет без проблем. Мы приезжаем, заходим сюда, ремонт хороший, квартира классная, мы в восторге. Я еще раз говорю, у нас собака, большая. Они говорят, да, без проблем. Вот. Потом мы приехали подписывать договор, я не верю тому, что у нас все получается. Спрашиваю еще раз, у нас собака большая. Лабрадор точно можно? Да без проблем. Все. Получается вот такая милая и уютная зарисовочка. Отличные ребята сделали выбор в пользу выбора животного из приюта, а не покупки. Но нам надо переходить и к минусам, ведь у всего есть две стороны. Вот смотрите, история. В дом зайти нельзя сфотографировать, консьерж запрещает. Что мы видим? Ну, в первую очередь, фасады дома, скульптуры, которые используются как украшения, сегодня никак не могут отреставрировать. Жильцы жалуются, что они сыпятся, разваливаются, и никто ими не занимается. Вот все штуки, да, вот эти вот, которые нужно отреставрировать, там вот наверху они накрыты зелеными какими-то тканями. Не знаю, насколько правда или нет, но какой-то один из жильцов хотел за свой счет все это отремонтировать, но ему запретили. Да, не разрешат. Просто при всем желании вам не разрешат, потому что, не дай бог, вы не так отреставрируете скульптуру, и потом еще виноваты будете. Это первое. Понарастающее идет. Второе. Дом, который когда-то, да, отчасти славился самой большой площадью гастронома. Туда приезжала, там, чуть ли не вся Москва, закупаться, ресторан, кафе. Сегодня это все находится в частных руках, и, соответственно, на их месте ничего. Я ходил, пытался подснять с камеры, что находится внутри, до сих пор остались витрины, то есть, чувствуется вот эта история, но все брошено. Ничего не происходит. Когда-то там был магазин одежды, тоже закрылся, и сегодня вот стоит пустота. Если мы выходим на заднюю часть дома, так называемый вот этот стилобат. Выходим на задний двор, ветер дует здесь по полной программе, вот обратите внимание, вот это на самом деле на ваших экранах, я бы сказал, такое знаковое место, очень спорное, потому что оно построено на стилобате, то есть, это отдельная пристройка, изначально, когда строили сам дом, его здесь не было. Оно появилось, и, соответственно, когда-то, пока еще не было принято закона, тут было казино, потом переделали, здесь бар, ресторан, какой-то вот боулинг, подобное место. И на это место частенько люди жалуются, вот, собственно, жильцы все пытаются с ними бороться, но пока, как видите, здание есть, работает. Покажи, пожалуйста, Влад, что здесь вообще, и расскажи вообще, что здесь обычно происходит. Да здесь собираются алкаши. Вот на этой лестнице? Да, вот, вообще здесь везде. Тут даже видно, вот, смотри. А, ну да, ребят, посмотрите, здесь, короче, комментировать не нужно. Видно, что в силу того, что закуток такой, как так скажем, беспалевный, можно пройти здесь, нассать, насрать, и все, что угодно сделать, распить пивка, побросать все. Ну, действительно, значимое здание для нашей страны. Ну, вот, появляются люди, которые, каля-маля, свои вот эти вот, они разрисовывают, писульки делают, и они считают то, что это круто, он вот написал на здании, не отдавая себе отчет в свою, я буду груб, в свою безмозглую голову, что он расписывает, и что он тем самым делает. Но при этом эти надписи остаются, и никто никак с ними не борется. Хотя, казалось бы, все здание там в камерах, поймать, 50 тысяч штраф и заставить оттирать самого. То есть, если вдруг это смотрит кто-то из молодых, ребята, не надо рисовать на вот этих зданиях, вот эти ваши каля-маля. Это не класс. Все это культура, которая пошла откуда-то там с запада, она придает городу только нищету. Мы были в Питере, я сделаю об этом отдельную зарисовку, про вот эти вот графитулечки на стенах. Далее. В доме был кинозал. Два кинозала, пламя, как это было раньше, и что появилось потом. Сначала там открыли бар-кружка. Чтобы вы понимали, это рыгалово, простыми словами, где, как мне рассказывали, пивко непонятного качества, две кружки выпиваешь и падаешь. Подчеркиваю, на уровне слухов это я еще в институте про них наслушался. На сегодняшний день там находится различная коммерция, которая, как мне кажется, это лично мое мнение, вот смотрите, здесь я высказываю свое мнение, напишите в комментарии, может быть, я действительно не прав. Может быть, так оно и должно быть. Был ресторан, который потом начали считать каким-то не таким с точки зрения планировки, вот неудобен он и не туда, и не сюда. Почитайте текст, что написан. Не могли сдать его длительное время, но нашли. Сейчас там находится итальянский ресторан, я зашел, прошелся через него, показываю вам кадры. Как вам? Когда есть руки, ты подходишь к любому, ресторан внутри, по интерьеру, я вам так скажу, шикарен, он изумителен. В нем действительно приятно находиться, как в ресторане. Посмотрите по кадрам, как люди сидели раньше, алкоголь на столе, крепкие напитки, по ремкам видно. Ну как общая атмосфера происходит. А еще было кафе мороженое, то есть чувствуете, в здании было все. Кафе мороженое, полюбившееся тогда многим советским детям. Но кафе мороженое закрылось и открылся бар с одноименным названием Зерил Маккой. Ну, на американский лад. Посмотрите, вот. Одной фотографии, мне кажется, достаточно, чтобы понять всю атмосферу этого бара. Бесовщина, друзья, самая натуральная. И вот я хочу акцентрировать ваше внимание именно на было-стало. Значит, сейчас я вам предлагаю пообщаться с жителем дома, который живет там с 2001 года. После чего мы вернемся, я вам еще немножко расскажу, что происходило после смерти Сталина со всей этой архитектурой и как все начало меняться. Друзья, но мне подвернулась удача. Перед нами Николай Кириллович, 86 лет человеку. Вот честно, я бы подумал, что вам ну 65-67 максимум. всю жизнь от этого страдал, потому что приходилось говорить сколько мне это, никто не верил. Пришел сейчас к этому возрасту, говорю с удовольствием, опять какая-то проблема. Паспорт относить с собой, показывать. Николай Кириллович, расскажите, пожалуйста, кратенько о себе. Вот я услышал, что вы в этом доме живете более 20 лет. А можете просто нам простым людям объяснить, как оказались здесь? Я плюс ко всему еще являюсь дипломатом высокого по существу уровня. Поэтому то, что я работал, работал я всегда с ответственностью, работал всегда честно, правдиво. Я этого в принципе заслужил. Получил здесь квартиру. в каком году? Сейчас скажу, значит, сейчас в 2001-м. Больше уже 20 лет. То есть в возрасте 62-м два года вам дают работу. Работаю за рубежом. Работал я был генеральным консулом в Антверпене. Где? В Антверпене, в Бельгии. А, в Бельгии. Смотрите, вот вы получаете квартиру. Это двухкомнатная квартира? Да, двухкомнатная. А на каком этаже? Десятый этаж. Ну вот, кратенько о доме. Ваше мнение. Вы довольны вообще проживать в этом доме? Или за 20 лет вы бы, конечно, выбрали бы, возможно, жить за городом или в пятиэтажном доме? Вообще, ваше мнение? Из дачи, поэтому за город меня не пишет. Дача скромная, то есть, в соответствии с моей зарплатой. А зарплата, это далеко не та, как сейчас платят. Зарплата была в то время такая спокойная, нормальная. Ну, во всяком случае, не похвалишься ей. Ну, это было честно, потому что все получали так. Ну, в целом, ваш отзыв о жизни в этом доме нравится? Дом хороший, да, нравится. Место тоже самое. Живу я с супругой, значит, супруга довольна. Единственное, что есть один момент. Дом под охраной государства требует особого отношения. Не всегда это учитывают. Бывают моменты, когда нужно что-то сделать и проблемы. Для дома, я имею в виду. Там, где-то подлатать, где-то что-то такое. Мы вот пообщались с некоторыми жильцами, они отмечают, что у вас очень долго идет реставрация, если я не ошибаюсь, дома. Вот при статуе некоторые стоят, их закрыли в сетку. Вот пример, пожалуйста. Вот я не знаю, но я хожу и отсюда, с бульвара, вот, из этого центра ходит очень много людей. Вот здесь вот обвалилась немного. Ну, получилось, что стена где-то метр квадратных четыре метра. Уже чуть ли не более полгода там ходят люди, смотрят, висит все. Почему-то не делают. Это, конечно, относится к ЖКХ в первую очередь. Вот такие недовольства всплывают. А в целом, конечно, нормальный дом. А вот скажите мне, пожалуйста, вот по истории этого дома, когда он только был построен, здесь же сзади вас был огромный гастроном, самый большой по Москве на тот момент, кинозал, прачечный и прочие истории. Вот на сегодняшний день этого нет? Вообще хватает, не хватает, или вы уже свыклись? Нет, это все нормально. Вот, пожалуйста, здесь ресторан, если надо. Внизу, там дальше пройти, там магазин, магнит, тоже рядом. Затем, ну, любую вещь, так сказать, по обслуживанию всегда нормально, все хорошо. Просто у жильцов просьбы единственные всегда, и вопрос встает, это то, что реакция на те или иные проблемы по двору, внутри дома, что-то нужно почистить, косметически сделать, это не всегда бывает нормально и быстро. Вот, это проблема. Слушайте, ну, странно, да, в том плане, что в целом-то у вас и дом условно элитный, и жильцам здесь тоже изначально давали там не низшего звена, скажем так, а проблемы как у всех. А это, наверное, что-то другое, что-то другое, которое от нас не зависит. Слушай, ну вот расскажи мне, пожалуйста, наблюдения свои. Вы жили там, ну, назовем это в современном жилье, а тут вы приезжаете в легендарный дом, который входит там в топ-7, да, сталинских высоток, один из жилых домов сталинских высоток. Здесь целая история про этот дом, про который мы в рамках сюжета рассказываем. Вот сейчас ты здесь полтора года живешь. Вот ты, когда заходишь в подъезд первый раз, вот первую неделю, там, месяц жизни здесь, пользуешься кухней, выходишь, спускаешься, встречаешь соседей. Вот твои просто ощущения, вот можешь вспомнить, передать их, что это было? Начну с того, что когда была пандемия, мы жили на юге Москвы, кафешки же все были закрыты, работали только летники. Мы гуляли здесь около зоопарка московского и зашли в шоколадницу на летнюю веранду, и как раз я сидела напротив этого дома, то есть мои глаза смотрели на него, я сижу и думаю, боже, какой классный дом, кто здесь живет, какие люди здесь живут. По поводу первого впечатления, когда заходишь в подъезд, это все равно вау. Но хочу сказать, что у меня этот трепет сохранился до сих пор. То есть я каждый раз захожу в подъезд и каждый раз вижу что-то новое, каждый раз восхищаюсь, каждый раз какая-нибудь новая загогулина для меня открывается. Вот. в плане того, как я себя ощущаю живя здесь, мне здесь очень комфортно. Большинство людей, почти все, наверное, очень интеллигентно, очень воспитанные с ними, приятно общаться, приятно быть их соседями. То есть нет никакого негатива. Люди постоянно друг друга здесь улыбаются, я не знаю. У нас вообще подъезд собачников, у нас все любят животных, вот, поэтому барсы здесь знают каждый второй. Слушай, а вот когда ты общаешься с соседями, они не отмечали какие-то минусы дома? Например, там жаловали, что вот, когда нам сделают это или вот, у нас то не так. Высотка на Кудринской, она одна из тех, которые не отреконструированы. То есть у нас очень много скульптур, которые находятся на доме, они притянуты сеткой. Конечно, люди хотят, чтобы высотка сохранялась, и реконструировалась. Почему это происходит, непонятно. Единственный еще негатив, который исходит, это что в доме проводятся экскурсии и у дома постоянно бывает столпотворение. Жильцам это не нравится. То есть ты заходишь в подъезд и стоит там группа из 20-30 человек, ты просто к лифту даже пройти иногда не можешь. С комфортом без себя, так скажем. В музее живешь. Да, у меня такого нет, но вот от людей я слышала негатив. И, насколько знаю, здесь собирали подписи, чтобы запретить экскурсии именно в доме. Товарищи предприниматели, информация для вас. Ваш бизнес масштабируется и у вас встают новые задачи. Как видите контролировать работу всех сотрудников, даже тех, которые находятся вне офиса? А уже многим на помощь пришла IP-телефония для бизнеса UIS. Данный сервис показывает всю статистику внутри компании по звонкам. Будь этот сотрудник курьер с мобильным телефоном в подземке или удаленщик, который как раз таки работает вне офиса. Все звонки между сотрудниками бесплатны, а разговоры записываются. И это помогает не только понять, как обслуживаются клиенты, но и передать опыт успешных менеджеров другим сотрудникам. Ну и так называемая вишенка на торте, вся статистика и работа сотрудников видна онлайн в едином окне, что помогает собственнику и его руководителям держать все под контролем. Добавим к этому демократичные цены и звание народного лидера в сегменте по мнению рейтинга Яндекс. И получим то самое идеальное соотношение цена-качество. Рекомендую подключиться и попробовать все на себе. Ссылочку оставляю в описании, по которой вы сможете получить один месяц бесплатного обслуживания. ЮИС айпи-телефония для бизнеса. Пользуйтесь на здоровье. В данном доме еще живут кто-то вот из людей такого высокого ранга? Очень много уважаемые люди работающие сейчас в серьезных учреждениях. Кто говорит что-то, я знаю, что были разговоры о том, что здесь вообще совершенно не так. Еще очень-очень много людей, людей, которые на работе сейчас, на серьезной работе и достойные уважения и нормальные хорошие люди. И их много, больше, чем кого-либо. Слушайте, последний вопрос вам задам, чтобы вас не задерживать. К вашему дому каждый день приходят толпы туристов. Я в том числе пришел, мне все интересно. Напрягает это или наоборот нравится? Нет, наоборот. Мы как раз жильцы этим довольны очень. Вот сюда становятся, начинают им рассказывать. И сразу ассоциации. Почему даже люди, которые в порядке туристов, приезжают, смотрят на дом. Наверное, этот дом, кстати, надо очень сильно оберегать. А на самом деле что-то не так. Вот в этом отношении проблемы есть. В самом начале выпуска я вам сказал, что сегодня мы залезем на звезду. Вот смотрите, 5-10 этажка, она никому не интересна. А вот легендарная высотка приковывает к себе разное внимание. Знакомьтесь, Алексей, который прилег отдохнуть на звезде. Знаете, бывают такие кадры, когда сидишь на стуле, смотришь, а у тебя ладони потеть начинают. Вы вдумайтесь, молодежь, руферы, лазают на различные возвышенности и там фотографируются вот так вот без страховок, вдвоем, залазят на самый верх, то есть выше уже некуда, и делают живые фотографии. Даже сейчас, представляя себя возле этой звезды, я действительно начинаю потеть. Как вам? Естественно, я это ни в коем случае не поддерживаю. Ребята, молодые, они еще не понимают, какая опасность на самом деле их ожидает, что может произойти. Но это вот такое направление есть. Чем вы с мужем занимаетесь? Он обронил фразу, что вы там с Китаем торгуете. Мне просто понять и показать людям, в каком ключе. Вот вы, молодые ребята, на дворе будний день. Казалось бы, нужно быть на заводе, нужно быть в офисе, нужно быть где-то, в помещении что-то делать. Но Влад работает условно из одной комнаты, ты работаешь из другой комнаты, и вот что есть на твоем столе рабочем. Несколько телефонов, блокнот, компьютер, интернет. Собственно, больше ничего. с 2017 года мы занимаемся бизнесом с Китаем. Это поиск товаров Китая, поиск фабрик, выкуп из китайских торговых площадок 1688, Таобао, проверка товаров в Китае, ну и, соответственно, логистика товаров из Китая в России. Что вы делаете такого, чего нельзя купить через Алиэкспресс? Алиэкспресс это международная торговая площадка, цены там априори выше, чем на китайских торговых площадках. То есть, даже с учетом дополнительной логистики, которая оплачивается при выкупе с них, на Алиэкспресс цены остаются выше, чем делаем мы по итогу. На Алиэкспресс выгодно покупать всякую розничную мелочевку, типа один чехол, одна кофта, один брелок, а мы все-таки работаем с оптом. Вообще, все эти высотки заслуживают гораздо более глубокого внимания, потому что стоит задуматься, ведь когда их строили, опыта в строительстве подобных домов не было и близко. И инженерам приходилось учиться на ходу, о чем гласит история. Техника строительная тогда была по пальцам пересчитать, но тем не менее все получалось. Строили. Обратите внимание на описание. Высотное здание на площади Восстания. Выразительный пример архитектуры сталинского ампира. Вестибюли украшенные мраморными колоннами, витражами. А если мы поговорим про гастроном номер 15, где применялись узоры и сказок, так, например, Золотой Петушок, вот из всего этого и складывается общая культура и история здания. Именно поэтому туда и тянет. Я хочу задать вам вопрос, но очень хитрый. Из того, что строят, начиная с 91-го года, в частности, что было построено, куда можно привезти туристов, куда можно привезти детей искать, смотри, вот этот дом и целый день вокруг него ходить, ведь очень много деталей. Вы вдумайтесь, я вам сегодня показал лишь малую часть. Я почему-то думаю, что ничего не построили. Деталь. После смерти Сталина приходит Хрущев и говорит, что-то слишком много денег тратится на все вот эти дома, все вот эти расписульки и вовсе не нужны. Задумка была следующая. Строится дом и вокруг него квартальчик или райончик, кому как больше нравится, должен был застраиваться в подобном стиле. Доходные дома, бараки, постепенно все это дело сносилось, построился сквер, ну и так далее. Должно было построиться в подобном стиле, но построилось иначе. И мысль следующая, что это не нужно, надо сэкономить. Вот я вам вывожу на экран дома, хрущевки, которые считались тогда, ну вот, почему бы и нет. Это здорово, пусть будет вот так. Вот на сегодняшний день мы с вами ходим по различным городам, за что любят ту же самую Европу, за архитектуру, если мы говорим исключительно про архитектуру. Приезжают туристы, что они смотрят в первую очередь? Архитектуру, историю. Что будут смотреть наши дети из современного строительства? Ну, я не думаю, что когда-то приведут там группу туристов к хрущевке, но если только лишь показать, как пример, как строили до и что начали строить после. Про современные дома, жилые комплексы я и вовсе молчу, я не считаю, что в них есть хотя бы доля чего-то исторического, что в дальнейшем будет интересно и востребовано. Я хотел бы в этом плане вам порекомендовать. Почему вот я такой? Потому что со спортом я где-то с 12 лет бегаю всю жизнь. Говорят о том, что лучше ходить, бегать это очень... Сейчас медицина на это перешла. Бегать очень-очень сейчас затруднительно и далеко не так. Лучше, чем ходить. Ничего подобного. Если бегать правильно, и соблюдать вот программу свою по бегу, я делаю это так. В неделю один раз бегаю вот здесь. За счет спорта в принципе на 80% я вот такой состоялся. Короче, молодежи, совет, бег и правильное питание. Бег обязательно. Но вот в неделю раз достаточно, это четко совершенно. Ну, в неделю раз побегать нормально, чтобы пробежать не где-то вот, пошел и как будто с праздника пошел. А, нагрузить себя. Вот здесь я пробегаю не всегда, правда, как по настроению, по 20 кругов. Вот, достаточно. там минимум у меня где-то 12-14. и пищу. И пищу. Мы продолжали с ребятами беседу на кухне. Я задавал вопросы, почему аренда, а не покупка. Предельно ясный ответ. Хочется посмотреть разные районы. Следующее место, где я хотелось бы им пожить, в уютном домике, в Хамовниках. Для понимания, это тоже хороший, такой зеленый райончик центра Москвы. Ну, а в дальнейшем желание следующее. Заработать денег, купить квартиру в центре и домик за городом. Абсолютно нормальное явление для большинства людей. Почему бы и нет, вижу цель, иду к ней. Что я хотел сказать этим сюжетом. Мимо этой высотки я проходил сотни, а то и уже тысячи раз. Когда смотришь на нее, все время думаешь, о, как здорово. Стоит только чуть-чуть изучить историю, подойти к ней поближе, посмотреть, что было вчера и что стало сегодня, откровенно говоря, становится грустно. Ну, хочется задать вопрос, ну, почему, почему нельзя ее поддерживать действительно в первозданном виде? Ну, что, не был бы сегодня востребован все так же гастроном номер 15 в коммерческих помещениях? Пихать непонятно что. Вот я вспоминаю этот клуб, те бары, которые были. Ведь можно поддерживать дом и эта культура, эта история. каждый день, вот вы сейчас смотрите ролик, а там кто-то на фоне его фотографируется, проводит экскурсии, про него есть что рассказать. А про другие дома, современные, бизнес-классы, да кому она нужна? Это экскурсия к современным бизнес-классам. Что там смотреть? Фасады никакие. То есть, ничего не заложено. Зайти в подъезд к дому, увидят этот вестибюль, где можно стоять, и тебе будут про каждую деталь рассказывать. Детали, как, что было сделано, почему так, что закладывалось. Там не про что слушать. Согласитесь? Или не согласитесь? Именно на этой ноте я предлагаю вам высказать ваше мнение в комментарии. Дайте, пожалуйста, развернутое ваше видение. Вполне возможно, я в чем-то ошибаюсь, и оно так и правильно. Не надо больше строить в подобных стилях, нужно все современное, ведь время идет. Поспасите, посмотрите. Современное строение точно так, что приходят сотни и тысячи людей фотографироваться на ее фоне. Жду ваше мнение. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, ведь там выходит очень много всего интересного. Ставьте лайк, делитесь этим роликом с вашими друзьями. У меня на сегодня все. До новых встреч. Всем пока. Пока.